Так, шпаргалка моя закончилась, поэтому дальше я буду говорить не гораздо менее складно. Первое, что мы видим, открыв 3ds Max, это интерфейс. Большую часть рабочего пространства занимает окно с вьюпортами. Вот сейчас я создам какой-нибудь объект, чтобы было понятно, как это все отображается. Вот, соответственно, активный вьюпорт подсвечивается желтой рамочкой. Для чего он активный? Активный вьюпорт можно, например, развернуть на весь экран. Здесь вот снизу клавиша называется Maximize Vue Port. Нажимаем и выделенный вьюпорт развернулся на весь экран. Обратно, соответственно, аналогично. Гораздо удобнее для этой цели использовать хаткей. По умолчанию хаткей Alt и W. Вот, нажимаем. Вот, ну, я переназначил сделать себе еще один хаткей, пробел. Считаю, что гораздо более удобно, потому что разворачиванием, сворачиванием портов приходится заниматься постоянно. И клавиша должна быть удобной под рукой, поэтому, мне кажется, пробел гораздо более подходит для этой цели. Позже мы остановимся на том, как переназначать клавиши. Вот, по поводу конфигурации вьюпортов, соответственно, если тянуть за центр, схватить тянуть, то можно, так сказать, изменять пропорции. Вот, конфигурацию вьюпортов. Здесь в каждом вьюпорте мы видим одни и те же надписи. Первое, первое здесь, вот, на плюсик нажимаем, выбираем, допустим, конфигурацию вьюпортов, конфигурацию вьюпорта. И закладка Layout, типа разводки. Вот, и здесь нам предлагается некое количество дефолтных раскладок. Вот, можно выбрать любую, соответственно, то, что тут все на вкус и цвет. Ну, и вот, выбрали, допустим, вот эту. И скажем, что вот это окно будет у нас перспективой. Эти два ставим по умолчанию. Окей. Вот, и, соответственно, справа у нас народилась перспектива. Отображением сцены во вьюпорте, то, как она выглядит, можно устанавливать вот здесь. Два самых популярных режима, это Shaded и Reframe. Переключаются к клавиши F3. Вот. И, соответственно, часто в режиме Shaded нужно видеть грани на объекте, чтобы видеть его топологию. Вот. F4, это, соответственно, показать ребра или грани, как хотите. Вот. Не так давно у Max появились режимы, вот, Realistic. Который предполагает более красивое отображение в вьюпорте. Ну, на чайнике это, конечно, не очень заметно. Вот. Ладно. Теперь я вот тут уже активно все это дело вращаю. Перейдем к навигации, так сказать. Итак, навигация. Как нам перемещаться в вьюпорте, вращаться вокруг объектов. В общем, как нам жить здесь. Первое это Pan. Зажав среднюю клавишу мыши, можно сдвигать изображение. Я не знаю, как адекватно перевести на русский слово Pan. Вот. Соответственно, в любом из вьюпортов можно сделать Pan. Дальше вращение вокруг объекта. Зажав клавишу Alt и не отпуская ее. И также средней клавишей. Зажав среднюю клавишу мыши, можно вокруг объекта вращаться. Вот. Это называется Orbit. Кнопочка для этого здесь находится справа внизу. Ну, я ни разу не видел, чтобы кто-то ее использовал. Может быть, есть какие-то очень ленивые люди, которые не пользуются хаткеями. Они каждый раз сюда лазят. Ну, это ужасно неудобно. Вот. И есть такой момент, что если, допустим, мы сдвинули объект там куда-нибудь в угол и начали его вращать. Вот. Вот. Он периодически улетает куда-то. Это очень неудобно. Вот. Я бы хотел вращаться всегда вокруг выделенного объекта. Вот. Для этого есть вот здесь. Эту клавишу можно нажать, поддержать. Появляется переключатель. И вот. Вот эта кнопочка. Она называется Orbit Selected. Вот. Ну, вот тут выскочило гизмо для орбита. Она нам не сильно нужна. Прайк клавиш я щелкну. Она исчезла. Вот. Зато теперь я могу вращаться, и у меня чайник никуда не улетает. То есть вот я паном его подвину. Где бы он ни стоял, мы всегда вращаемся вокруг него. Это, мне кажется, достаточно удобно. Вот. И... Три, так сказать, составляющие. Pan, Orbit и Zoom. Zoom. Это увеличение, уменьшение. Как и почти везде. Колесико. Колесиком можно увеличивать, уменьшать. Делать Zoom. Вот. Ну, я этим редко пользуюсь. Потому что мне не нравится дискретный... Как бы... Дискретный ход увеличения. Я использую... Вот эту клавишу Zoom. Ну, не клавишей, а хаткеем. То есть, к хаткеям я... Мы позже рассмотрим. Ну, вот, нажав свой хаткей, вот, я могу плавно зумиться. Соответственно, правая клавиша в любом месте. Это сброс. Вот. И таким образом, вот, можно достаточно свободно ориентироваться в своей трехмерной сцене. Как-то там летать. Вот. И так далее. То есть, все дальше уже можно жить. Что касается остальных элементов. Сверху мы видим какое-то меню. Под ним какие-то кнопки. Я не буду говорить, что каждая из них значит. Это невыносимо скучно. Вот. И кроме того, большинством из этих кнопок люди не пользуются. Вот. Мы некоторые кнопки будем освещать их назначение по мере использования. Вот. Снизу находится таймлайн. В случае его можно двигать. Мы видим, что здесь у нас 100 кадров. По умолчанию длительность анимации в максе. Соответственно, так как у нас нет никакой анимации, ничего интересного не происходит. По мере таскания этого таймлайна. Можно щелкнуть правой клавишей на таймлайне. И брать галочку Show Frame Numbers. Так как, если мы не занимаемся анимацией, это закономит нам немного места. Вот. А вот. И справа мы видим, так сказать, основную панель, где все будет происходить, настройка и прочее. Вот. Панель состоит из нескольких закладок. Это первая закладка Create создать. Следующая закладка Modify. Вот. Где будет происходить модификация. И иерархия Motion. Это в основном для анимации. Для простых людей. Create, Modify. Ну и может быть, дисплей самой часто используемой закладки. Вот. Поэтому я не буду пока дальше углубляться в это дело. Соответственно. Ну и виды объектов я рассмотрю чуть позже. На закладке Create. Так что с интерфейсом, наверное, даже все. Ну, в заключение еще хотел показать новый режим реалистик. Начальники, как я говорил, преимущества его не сильно заметны. Поэтому я открою сцену, которая прилагалась с 2012-м Максом. Вот. И можно понять, что отображение в авиапорте может быть достаточно симпатичным. Ну вот, кстати, вот допустим, что делать, если все куда-то в авиапорте куда-то уехало. Случайно сдвинули. И как это все вернуть обратно? Вот есть undo на viewport. То есть shift-z и все перемещения в viewport, которые мы делали, возвращаются обратно очень удобно. Вот. Ну, немножечко подвисает. Новый режим реалистик, но в нем можно настраивать освещение и видеть интерактивно прямо изменения в авиапорте. Вот. Ну, зависит, конечно, от сложности сцена, которая у вас. Вот на этом персонаже понятно, что как бы все будет работать довольно быстро. Можно же изменять там освещение источников, сделать там, ну, не знаю, цвет красным. Сзади источник сделать там, не знаю, синим. Вот. И мы видим, что прямо в viewport все меняется. Вот. Можно... Вот мы двигаем источник света, видим, что интерактивно меняются тени. Вот. Для расстановки освещения это очень удобно. Здесь мы, кстати, видим конфигурацию из двух ве-портов. Вот. Соответственно, можно... Я, по-моему, забыл сказать о важности хот-кейв. Так, на чайнике, наверное, это будет проще показать. Так, нет, надо было ресет сделать. Ресет. Ресет. Создаем чайник. Вот. Часто люди начинают вращать объекты прямо в ортогональных, в ортографических ве-портах. Как, например, если начать вращать... Ну, вращать это орбит, это альт и средняя клавиша. То есть мы видим, что название сменилось на ортографик. Вот. И чтобы быстро вернуть, можно либо переключить здесь, как было. Вот. Ну, этот метод не назовешь быстрым. Вот. Быстро это, естественно, нажать хот-кей. Вот. Соответственно, в моем случае alt-f. Здесь вот перечни всех хот-кейв. Соответственно. Я знаю, многие люди работают вообще с одним юпортом. Без всяких максимайзов. Вот. И, соответственно, они... Если нужно быстро получить из вида перспектив сверху, посмотреть, там что-то подвинуть, нажимается T-top. Вот. Здесь делается все, что нужно. Там слева L-left. Вот. И потом там любой ве-порт, ортогональную, так сказать, проекцию можно превратить в перспективу, нажав клавишу P. Стала перспектива. Вот. Поэтому тут уж кому как удобнее. Итак, следующее на повестке дня – это кастомизация или настройка конфигурирования 3ds Max под себя. Ну, настройки – это главное, конечно, хот-кей. Вот. Я как бы не перестаю говорить о важности хот-кейв. Если бы я был учителем и обходил по рядам и бил людей по пальцам, которые не используют хот-кейв, а вместо хот-кейв используют кнопки, там долго и нудно лазают по интерфейсу, пока там до этой кнопки дотянешься. В общем, хот-кей – это, конечно, великое дело. Вот. Это находится в меню как бы кастомиз, настройка всех хот-кейв, там меню и прочих, кастомиз, юзер-интерфейс. Вот. Сразу скажу, что, в принципе, в Max можно обезобразить до полной неузнаваемости, то есть поменять там цвета, меню и все такое. Ну, как бы главное – это, конечно, хот-кей. То есть вот, ну, я на самом деле не так много хот-кейв меняю. Вот. То есть, в принципе, большинство из них имеет какое-то вменяемое. То есть их можно запомнить. Ну, там, если вид left – это L, там, вид front – это F. Ну, вот F я, например, использую для другого. То есть, как бы, первый хот-кейв, который я рекомендую, ну, на мой взгляд, использовать – это пробел для Maximizer viewport. То есть здесь можно просто нажать M, и сразу мы перескочим на все действия, которые начинаются с буквы M. И, в принципе, здесь вот слева иконочками подсвечиваются какие-то наиболее популярные вещи, для которых есть кнопки. Вот. И Maximizer viewport. Соответственно, здесь переходим в хот-кейв, нажимаем пробел. Ну, собственно, если этот хот-кейв уже был на что-то назначен, он нам внизу подсвечивает. Ну, собственно, он и был назначен, потому что это, как бы, я уже работал. Ну, нажимаем Asign. Вот. И, соответственно, здесь он пишет список хот-кейв. Alt-W – это дефолтный хот-кей. И добавок Space, это, собственно, который я назначил. Потом очень удобный хот-кей. Вот. Сейчас расскажу, в чем его удобство заключается. То есть если у нас несколько объектов. Сейчас я вот в виде топ, нарисующий какую-то русу пчаников. Это должно символизировать какую-то реальную сцену с множеством объектов. Вот. И, не знаю, сферу. Вот. И, соответственно, часто бывает нужно сосредоточиться на каком-то одном объекте. То есть, вот, допустим, он выделен. Я знаю, что он выделен. Вот я его выделил. Я хочу его поместить по центру. Чтобы мне было там удобно вокруг него вращаться. Вот. Для этого есть здесь внизу кнопочка Zoom Extend Selected. Мы нажимаем и, соответственно, мы сразу отцентрировались вокруг, так сказать, выбранного объекта. Это очень часто используемое действие. Ну, во всяком случае, я это часто использую. И вам советую. Вот. То есть у меня для этой цели есть хот-кей F. Это майский хот-кей. Есть такая программа моя. Вот. Я в ней работал какое-то время. И F, очевидно, это сокращение от Frame Selected. То есть, грубо говоря, выбранный объект, так сказать, поместить в рамочку. То есть, ну, можно назначить любой другой хот-кей. Я использую F. Вот. Главное его использовать. А какая клавиша, это уже, так сказать, дело вкуса. Вот, соответственно, запомнили, как называется клавиш. Клавиша называется Zoom Extends Selected. Соответственно, можно здесь... Нажимаем Z. Перескакиваем сразу к действиям, которые начинаются на Z. И здесь вот Zoom Extends All. Нас не интересует. Вот здесь Zoom Extends Selected. Нажимаем F. Ну, соответственно, так как это мой конфиг, он уже подсвечивает, что оно назначено. Просто по дефолту клавиша F назначена на Viewport Front. Вот. И, соответственно, когда я переназначил... Вот. Мне нужно, так как Viewport Front тоже я часто использую, ну, использую хот-кей для переключения Viewport'ов, там, лево, вид слева, вид справа, вид спереди, вид сверху. Поэтому на Front View, то есть вот нажимаем F, переходим к действиям на F, ищем здесь Front View. Так. Пролистал. Вот. Front View. Соответственно, я назначил... Можно назначать там Alt, Ctrl и так далее. То есть вот, например, там Ctrl F можно назначить. Но он пишет, что Ctrl F уже назначен на другое действие. Вот, соответственно, Alt F. Я назначил на Front View. За место F. А F я использовал для Zoom Extend Selected. Вот. Ну, в общем, как бы почти все действия. Если работаете и используете какое-то часто действие, и чувствуете, что вам нужен для него хот-кей, можно смело лезть сюда, искать это действие и назначать хот-кей. Вот. Соответственно, помимо, как бы, хот-кей, можно настраивать Toolbars, панели инструментов. Вот. Соответственно, я вот уже здесь создал что-то для примера. Сейчас я снова создам. Ну, вот, например, любое тоже действие. Теопот. Создать чайник любимый. То есть, можно просто взять и, как бы, поместить сюда на панель. Соответственно, можно создавать новые панели, группы панелей и так далее. То есть, это уже, как бы, для меня главное рассказать, что такая возможность есть. Вот. Соответственно, все эти настройки лучше сохранить. Вот. Ну, можно сохранить дефолтный MacStart UI, файл, который он загружает при старте. Вот. Перезаписать, да, перезаписать. Вот. Ну, вот. Сейчас я их удалю, все эти чайники. И вот у меня есть теперь новая кнопочка для чайников, которой раньше не было. Ну, еще есть так называемые квады. Вот. Это то есть, если по щелчку правой клавиши в авиапорте открывается несколько меню. Ну, в данном случае их два. Они контекстно-зависимые. То есть, в зависимости от того, что в данный момент делается, там, моделится, анимируется и прочее. То есть, их состояние, то есть, содержание может меняться. Вот. Эти квады тоже можно как бы настраивать из Customize User Interface. Вот. Я еще не буду про это долго рассказывать. Как бы главное знать, что... понимать, что все в Максе настраивается. Вот. Еще важная вещь. Это, наверное, просто... Сейчас я загружу. дефолтные файлы находятся внутри 3ds Max'а с, так сказать, с конфигурациями его внешнего вида. Autodesk, 3ds Max, UE, папка UE. просто по дефолту Макс выглядит в темной раскладке. Вот. Которая мне не очень нравится. Вот он долго переживает ее загрузку. Говорит, что для полной загрузки всех настроек надо бы Макс перезапустить. Вот. Но как бы мне темная раскладка не очень нравится. Вот. Поэтому то есть она с какой-то версией появилась. Вот. Поэтому я можно сделать лот Custom Use Scheme. То есть загрузить пользовательскую настройку интерфейса. Вот. И есть Amelight. Можно перепробовать их все, посмотреть и как они все выглядят. Ну просто вот я использую светлую настройку. Вот. Мне она больше нравится. Снова говорит, что нам надо бы перезагрузить. Вот. Еще вещь, которая меня безумно раздражает и она раздражает всех. это вот этот так называемый ViewCube, который сделан не знаю до кого, чтобы любая домохозяйка смогла освоить этот пакет. Ну в общем более бестолковые и бессмысленные штуки я не видел. Вот. Поэтому все нормальные люди первым действием когда открывают свежепоставленный Макс, они отключают это уродство. То есть это делается через конфигурию ViewPorts и закладка ViewCube. Все, сгинь. Вот. И чудовище исчезло. Вот. Ну, наверное, все про Customize. Вот. Как бы скажу, что здесь много еще всяких опций. Например, вот эти вот, вот эта область это так называемые Ribbon. Не знаю, как это все перевести. Вот. Ну, в последних версиях Макса они появились. Вот. Работают они не очень хорошо. Вот. Ну, как бы, если ими не пользоваться, пока мы ими пользоваться не будем, можно сэкономить немного места, выключив вот эту вот фиговину ShowUV и ShowRibbon. То есть их скрыть. У нас освободилось немного места, соответственно, можно, если вдруг они понадобятся, вот, можно потом обратно их вернуть.